Здравствуйте, дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. А правильно надо говорить YouTube, чтобы вы знали. Я пошутила. Значит, очень всех вас люблю и хочу помочь. Вот сегодня речь пойдет о крысенышах. Вот о тех любимых моих, которые съедают все. Передавая опыт посадки тех или иных растений друг к другу, мы, конечно, делаем одно большое и доброе дело. Мы как-то научились избавляться от ненужных животных, насекомых, болезней. И я очень благодарна женщине, причем достаточно молодой женщине, которая поделилась своим опытом защиты от этих пакостных животных, живущих под землей, которые съедают картошку, морковку, свеклу. И это очень просто. Речь пойдет о еловых лапах. Елки очень жесткие. И мыши, если мы обвязываем ствол еловыми лапками, иголками вниз, или сосновыми даже, они тоже жесткие, то, естественно, мышь, подползая снизу, она никогда сверху не поползет, подползая снизу, тыкнув носиком в эти иголки, это страшно болезненно. Она тут же убегает. Она не будет тут ничего грызть и так далее. Поэтому вот эта дама предложила такой вариант, которым пользуются прибалтийцы. Причем они пользуются это не потому, что у них там крыс этих подземных, мышпалевок водяных немыслимое количество. Они так привыкли, они так защищают свои посадки луковичных растений от посещения вот этими тварями. Что делают они? Значит, вот представьте себе, что это поверхность почвы, да, но у меня нету дома больше ее. Значит, если вам нужно что-то посадить, вы выкапываете лунку, правильно? Вот мы тоже как бы сделаем имитацию того, что мы выкопали лунку. Вы понимаете, вот нам, например, нужно сюда посадить тюльпаны, либо крокусы, либо еще что-то в этом роде, а может даже и лилии. Надо только помнить, что глубина посадки всех растений, она совершенно определенная, и это нужно соблюдать. Посмотрите, вот таким образом, если иголками вниз в лунку, а сюда посадить луковицу, одну, там, две или три, пять, неважно сколько, а потом все это засыпать почвой, обратите внимание, ну да, иголочки, конечно, будут пахнуть, чего не любят вся мышиная братва. Они, конечно, источают этот замечательный запах еловый, и это тоже их отпугнет, но при этом, при всем, колючки там направлены во все стороны, и вряд ли захочется колоть нос, а еще торчат вот эти веточки, да, комели этих веток, торчат наружи. Вы никогда не потеряете ни тюльпаны, ни лилию, ни своих мускариков, ни нарциссы, потому что вот это прекрасный маяк, чтобы понимать, что здесь в лунке что-то посажено, и уж тем более никогда не наступите. Но сейчас речь пойдет о картофеле. Значит, как вы понимаете, посадка картофеля, и я вам пошагово покажу, как достать картофель, как там, да, у нас уже есть один горшок, где картофель растет на обновление вашего посадочного материала, но все-таки при посадке на полштыка лопаты нам обязательно понадобится окучивание, потому что идеально, когда картофель находится, картофель это вот здесь вот, и вновь образованные клубни, и тот посаженный окажется на глубине трехлитровой банки. Значит, будем высаживать также с ветками еловыми, но они должны быть гораздо больше, да, вот она высота трехлитровой банки, хвостик будет торчать. И мы с вами также обложим лунку, если это будет морковь или свекла, значит, на бок, около рядов морковки или свеклы, так, чтобы у нас получился, ну, как бы вот, вот такая штука, лодочка таганрогская, где внутри будет проходить ряд с посадками моркови. Все-таки, если уложить их так вот недалеко друг от друга, вряд ли тогда мышиное братье пролезет. Я думаю, что ей это не удастся. И тем более, что запаха этого они тоже не выносят. Посадив картошку, подобным образом хвостики останутся у нас наружу. И мы будем понимать, даже не затоптать, чтобы нельзя вставать на то место, где развиваются корни картофеля, и где семья картофельная будет жить. И это тоже хороший маячок будет. А теперь, дорогие мои, внимание! Новый год кончился. На всех помойках, около всех там этих баков, стоят ненужные елки. Тот, кто не имеет возможности поехать в глухую тайгу или заехать там на машине, а едет на электричке, пожалуйста, возьмите секаторы, ножи, ножницы и обрежьте эти ветки примерно такой длины, сложите в пакет, понесите себе в гараж или на балкон, и пусть они у вас до высадки ваших любимых растений поживут вместе с вами или недалеко от вас. Как это все сделать уже на огороде, обязательно покажу. Почему эти темы возникают сейчас? Да потому что потом для канала Голова Садовая на Ютьюбе уже не будет времени, уже опять сюжеты будут идти после того, как это надо будет сделать. Внимайте, пожалуйста, это очень просто, понятно и абсолютно не затратно. Я вас всех очень люблю. Всегда ваша тетя Таня. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин